Значит, Хосе, какой вариант тебе нравится больше? Первый? Или второй? Так, ну что? Второй. Почему? Ну, ощущение такое. Old school vibe, как говорится. Вот как сделать old school vibe, как сделать low-fi, сегодня мы поговорим об этом. Ну что, вот у нас начало 2022 года, AK MPC Live 2, который, в отличие от своих винтажных собратьев, имеет чистый звук. А что любят современные хип-хоп и low-fi продюсеры? Правильно, избавляться от чистого звука и добавлять ему винтажный окрас. Этим мы сегодня и займемся. Ты хоть в камеру махни, я не знаю. Привет, это Хосе. Давай, 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 быстрее, нам уже выезжать скоро. Вот это я точно выложу. Вот сюда вставай, вот сюда. Ну, хорош. Ну, потому что, кажется, ощущение такое особое. Что ты русский забыл? Нет, друг. Ты сам русский забыл? Да. Cut. Let's go. В современных MPC есть настройка Vintage Mode. Добраться до нее очень просто. Заходим в меню, нажимаем шестеренку, листаем в самый низ, вкладка General и Vintage Mode. Соответственно, мы можем переключаться между MPC 3000, и вы слышали сейчас щелчок, то есть он пытается эмулировать то самое звучание MPC 3000. Опять щелчок. MPC 60, SP 1200 и SP 1200 Ring. То есть четыре винтажных мода, через которые мы сейчас прогоним наш чистый, необработанный звук. Для наглядности я прогоню это все через Logic, и мы потом посмотрим и сравним это звучание. А дальше перейдем к секретам Lo-Fi. Ну, поехали. Давайте сначала запишем чистый звук. Готово. И переходим теперь в раздел эмуляции. Включаем MPC 3000. Давайте запишем это и послушаем, изменилось ли что-нибудь. Сейчас запишем MPC 60. Поехали. Уже сразу слышно, что MPC 60 очень сильно отличается от чистого звука. Переходим SP 1200. Разница сейчас будет еще более ощутима. Да, мы слышим уже эту грязь. И последнее, самое грязное, самое интересное SP 1200 Ring. Давайте запишем. О, да, здесь мы слышим много грязи. Ну что, давайте сейчас пока уберем и перейдем в ложи к сравнению. Ну, поехали. Самое первое. Clean. Ну, я думаю, здесь вам все понятно. Ну, вот оно, то самое легендарное звучание. MPC 3000. Если вы слушаете на качественных мониторах и качественных наушниках, я думаю, у вас не возникнет вопрос, что здесь меняется. MPC 3000. Я очень четко слышу, как расширяется сцена. Вот эти вот высокие и средние частоты. Бас поджимается просто феноменально. Обратите внимание на то, как играет MPC 60. Обратите внимание на бас. И обратите оригинал. Просто, если вы послушаете на мониторах, ваши стены будут трястись и дрожать от этого качественного баса. Еще раз, сравните. Ну, и, конечно же, наша эмуляция SP-шки. Самый винтажный мод. Я бы вам советовал его вешать, например, на драмке отдельно или отдельно на Head, отдельно на Snare. Это я тоже покажу чуть позже. Так же, как и SP-1200 Ring. Как я уже сказал, эти винтажные эффекты можно вешать не только через меню и через Global настройки. Можно повесить их как отдельные эффекты на отдельные каналы. Например, на дорожку с барабанами. Винтажные эффекты. И вот они. Смотрите, 1200 уже звучит отлично. Когда он не на всем проекте, а на чем-то одном, например. Может быть, только на бочку или только на Head. Это уже ваша креативность. Давайте попробуем накинуть винтажные эффекты, например, отдельно на Head. Давайте попробуем сюда. То есть мы переходим в Mixer. Вот у нас канал. Нажимаем еще раз. Вот наш Head. И выбираем в разделе Vintage Effects. Давайте сразу SP-1200. А вы знаете, вот, кстати, мне очень нравится. Я, пожалуй, оставлю 1200 Ring на вот этом вот. В целиковой композиции очень классно звучит. Мне нравится. Пожалуй, оставим. Так, теперь переходим ко второй части. Некий Lo-Fi. Мы еще пытаемся застарить наш трек. И здесь есть очень классный плагин. Он, в общем-то, так и называется. Air Lo-Fi. Давайте найдем его в Harmonic. Вот он у нас. Air Lo-Fi. Выбираем. Если мы вспомним историю, то тот самый MPC-60 имел 12-битный звук. Давайте сейчас выстроим 12-бит. Напоминаю, вот если у нас, например, нужно точнее крутить, мы задерживаем Shift. И у нас по доле единички крутится 12-бит. Sample Rate у MPC-60 был 40 кГц. Поэтому опускаем до 40. И смотрите, как уже звучит. Без него. Это мы только над рамку положили. Ну, совсем другое дело. Также советую обратить внимание на винтажные эффекты, встроенные в MPC. Например, вот этот эквалайзер P-EQ-4 Band. Он очень классно звучит. Вот это что-то вроде полтековского звучания. То есть не чистый эквалайзер, а эквалайзер, который добавляет некий окрас. Давайте послушаем без него. Хотя, по сути, я прибавил только низкие частоты и высокие частоты. И чуть высоких средних. Все, зазвучал совсем по-другому. Можно послушать еще в соло. Так, что мы еще сюда добавим для грязи? Есть очень классный эффект. Тоже во вкладке Harmonic. Называется Diod Clip. Это что-то вроде дисторсии, но очень такой гармоничный. Мне нравится пресет. На самом деле, more top. Послушайте, как звучит без него. Ну, согласитесь, совсем другое звучание. Абсолютно другое звучание, если мы сейчас отключим вот эти эффекты. Смотрите, я не добавлял еще какой-то компрессор, но когда мы добавляем эти винтажные, low-fine эффекты, такое ощущение, как будто мы прям вот прибавляем звука, врубаем еще один компрессор на максимальных настройках, это очень сильно раскачивает трек. Хотя мы, в принципе, добавили, что эквалайзер, low-fine и небольшие искажения. Все, у нас трек уже просто звучал другими красками. Да, еще один небольшой лайфхак. Некоторые посмотрят и скажут, о май гад, здесь только 4 эффекта можно добавить, а я там в своей FL-ке, в своем лоджике 44 эффекта добавляю на каждую дорожку. Ну, во-первых, не 44, во-вторых, это все легко решается. Значит, смотрите, например, я хочу еще плюс к 4 эффектам над рамки добавить, ну, пускай эмуляцию MPC 60-го. Выходим назад, и мы вот эту программу делаем не на Output 1, 2, а давайте сделаем на Submix 1. Что мы дальше делаем? Переходим в Submixes. Я думаю, вы догадались. И на Submix у нас еще 4 эффекта. И мы спокойненько заходим в Vintage Effect и добавляем MPC 60. Ну и, конечно же, я уже не говорю о том, что на моей аудиодорожке, если мы посмотрим, что правильно, звуки винила. Давайте послушаем. Они тихие, я их сильно громко не прибавлял. В общем, классическая статика винила. И уже вместе с этим, давайте без нее сначала. Ну все, ну трек просто зазвучал другими красками. Это грязь, это жир, это вот все то, что мы любим в хип-хопе. Друзья, обязательно напишите в комментариях, пользуетесь ли вы каким-то из этих приемов, этими плагинами или для вас что-то было новое. Мне очень интересно читать ваш фидбэк и узнавать о вашем workflow, потому что, хоть устройство одинаковое, но работают на нем все плюс-минус по-разному. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Здесь выходят подобные интересные ролики.